Всем привет! Меня зовут Настя и я вам предлагаю связать вот такие вот красивые леденцы. Вернее, не связать, а сплести на таком вот диске Кумихим. Его можно сделать своими руками. Есть много обучающих видео. Из картона, либо из пластика сделать такие надрезы, либо купить готовый. Есть отдельно, продается. А есть в таком вот наборе. Это набор для детского творчества. Я покупала в Украине в магазине Акварель около 50 гривен. В России тоже такие наборы есть. Около 130-140 рублей. Вот внутри есть схемки, ниточки, с которых плести. Я же буду плести с трикотажной пряжи. Можно использовать и хлопковый шнур, и полиэфирный шнур любого диаметра. Идейным вдохновителем была Фузи Лук. Я у нее увидела такие леденцы, но они были другой схемы. Но так как у меня много красной пряжи, я решила, что я хочу в своих леденцах больше красного видеть и меньше белого. А здесь поровну красно-белого. В общем, три разные схемки плетения, но один метод. Я использовала трикотажную пряжу 5-7 миллиметров. И у меня вот такая вот золотая безымянная ниточка. Можно взять мулине золотые, я знаю, есть, либо любую другую люрексовую тоненькую ниточку. Это для того, чтобы завязать кончик и сделать такую петельку, за которую можно повесить на елочку. Также нам нужна будет проволочка. У меня вот такая вот тоже тоненькая проволочка была дома. Можно взять и потолще. В принципе, для каждого леденца у нас около 23 сантиметров надо проволочки. Леденцы в высоту получается около 17-18 сантиметров, если с кисточкой. И без кисточки где-то около 15 сантиметров. Ножнички. Все они... Все леденцы будут плестись на этом диске, только будут отличаться схемкой, как мы будем распределять нить на диске. Я нарисовала схемки, мы дальше их рассмотрим поподробнее. Вот такой леденец будет первым, вот такие вторыми мы свяжем, и этот узор третий. Для этого леденца нам понадобится 4 отреза нити. 3 красные и 1 белая. Длина их 120 сантиметров. Отрезаем 120 сантиметров. Так вот схемаем и находим центр. Этот центр на каждой ниточке должен быть в середине круга, но мы сейчас будем крепить по одной ниточке. Прикрепили мы сначала одну красную ниточку. Вот центр ниточки, в центре кружочка. Видите, на диске есть черные точечки. Вот ниточки у нас должны быть по бокам этих черных точечек. Вот мы прикрепили одну красную. Теперь мы должны прикрепить белую ниточку. Вот ее центр. она с этой стороны от точечки должна идти между 3 и 32 а это между 1 и 32 и должна идти вот сюда вот между 7 и 8 вот здесь пока вот так вот уголочек оставляем теперь следующая ниточка у нас красненькая мы ее вот сюда вот так продеваем за эту белую одну сторону и запускаем ее между 24 25 и между 23 24 вот так вот по бокам этой черной точечки и еще у нас есть одна красная ниточка вот ее центр мы ее запускаем поддев за вот эту красную чтобы как бы ее подтянуть вот так вот за красную вот сюда между 8 и 9 и сюда между 16 и 17 видите у нас все ниточки по бокам черной точечки вот я нарисовала обозначение белая белая все остальные у нас красные вот так у нас и получается беленькие и все остальные красные все теперь дальше будем плести плетем мы всегда по такому принципу правая ниточка сверху начинаем правая ниточка идет вниз справа нижняя левая ниточка идет вверх слева поворачиваем всегда против часовой стрелки это надо запомнить повернули против часовой стрелки верхняя справа ниточка идет вниз справа а Нижняя слева ниточка идет вверх слева, против часовой стрелки повернули. Верхняя правая ниточка идет вниз справа, нижняя левая идет вверх слева, против часовой стрелки повернули. Верхняя справа идет вниз справа, нижняя слева идет вверх слева, против часовой стрелки повернули. верхняя справа вниз справа нижняя слева вверх слева выглядывает уже чуть-чуть против часовой стрелки повернуть верхняя справа вниз левая вверх слева повернули и так у нас будет все выгазания справа сверху вниз слева вверх против часовой стрелки запомните правая вниз справа левая вверх слева против часовой стрелки повернули правая вниз левая вверх против часовой стрелки правая вниз левая вверх сейчас мы чуть-чуть еще провяжем и будем вставлять проволочку правая вниз левая вверх правая вниз левая вверх против часовой стрелки правая вниз левая вверх против часовой стрелочки правая вниз левая вверх по такому принципу вот именно правая вниз левая вверх и против часовой стрелки будут ввязаться абсолютно три леденца отличие лишь в том что как мы им первоначально будем располагать ниточки вниз, левая вверх. У нас уже чуть-чуть тут видно нашего леденца. Мы берем проволочку и в серединку вот так вот вставили эту проволочку и теперь дальше мы вяжем уже плетем обвязывая проволочку правая вниз, левая вверх против часовой стрелки. Правая вниз, левая вверх, правая вниз, левая вверх. Всегда против часовой стрелки и всегда вот так вот крутим. Вот у нас растет наш леденец дальше можете вязать самостоятельно, а встретимся уже когда у нас чуть-чуть останется, чтобы вместе провязать конец. Еще раз напоминаю, поворачиваем всегда против часовой стрелки, правую верхнюю ниточку отпускаем вниз справа, нижнюю левую ниточку поднимаем вверх слева, правую вниз справа, левую вверх слева и против часовой стрелки. И так до конца плетем. Периодически вот так вот подтягиваем леденец. Видите какой он у нас уже красивенький получается. Получается. И плетем дальше. Вот еще у нас только проволочки, поэтому я плету дальше. Смотрите, мы почти довязали. У меня уже тут стали так кончики с трудом помещаться и маленький кончик проволочки остался. Я его вот так вот загибаю, чтобы он не был остреньким. Для того, чтобы завязать, я также буду делать это золотой ниточкой, но если нет золотой вот такой вот катушки, я покупала золотое мулине нитку. Ну любую ниточку, которую вы найдете какую-то, чтобы она была золотистая. Так будет красивее. Отрезаете там сантиметров 30 ее. Снимаете. Вот тут вот придерживаем. Придерживаем. Снимаем с диска. Вот так вот и кончик этот придерживаем. Просто хорошенечко, плотненько обматываем кончик и завязываем. Вот так вот. Смотрите, кончики я также подрезаю. И я их еще вот так вот, трикотажную пряжу, разрезаю, чтобы было, они такие как лохматенькие. Я каждую ниточку трикотажной пряжи как бы еще разрезаю напополом. Тогда они такие более лохматенькие, прикольные. И теперь загибаем, как вам нравится, какого размерчика. И получается вот такой вот леденец. Такой красивый леденец. И сверху я также сделаю птелечку, за которой мы можем его повесить на елочку. Получился у нас леденец. Второй леденец мы будем плести чуть другим узором. Вот такой вот узор. Нам также понадобится 4 отреза нитки. Только здесь у нас будет 2 белых и 2 красных по 120 см. Ну и золотинка на кончик и на петелечку. И вот так вот мы их будем крепить. Белые, белые и красные. Вот наш диск. Самой единичкой кладем вверх. Вот наша серединка наших ниточек. И мы вот так вот должны ниточки надеть. Значит, мы начнем с красных. Вот серединка. Красные должны быть у нас между 31 и 32. И между 32 и 1 по бокам этой черной точечки. И здесь так же самое. Вот они. 7, 8 и 8, 9 по бокам черная точечка. Вот здесь такой уголочек остается. Как бы не закрепленный. Теперь у белых нашли серединку. Вот она. Серединка мы как бы в одну часть заводим под красные ниточки. И это серединка. Вот у нас серединка. Вокруг точечки между 15 и 16 и между 16 и 17. И тут так же само. По бокам от черной точечки. Вот так вот у нас получилось. Вот как на красные-красные, белые-белые. И по такому же принципу плечом. Верхняя правая уходит вниз, справа. Нижняя левая уходит вверх. Так же само мы будем вставлять проволочку, когда чуть-чуть провяжем. Ворачиваем против часовой стрелочки. Верхняя правая вниз, нижняя левая вверх, слева. Верхняя правая вниз, справа. Нижняя левая вверх, слева. Против часовой стрелки. Верхняя правая вниз, справа. Нижняя левая вверх, слева. Верхняя вниз, справа. Нижняя левая вверх, слева. Верхняя вниз, справа. Левая нижняя вверх, слева. Против часовой стрелки. Всегда поворачиваем. Верхняя справа вниз, справа. Нижняя слева, вверх, слева. Верхняя справа вниз, справа. Нижняя слева, вверх, слева. верхняя справа вниз справа нижняя слева вверх слева плетем выталкиваем провязали сейчас поставим проволочку проволочку я беру около 23 сантиметров и краешек закрываю чтобы он был кругленьким не остреньким серединку вставляем и чуть-чуть проталкиваем все и причем дальше верхняя справа вниз справа нижняя слева вверх слева против часовой стрелочки причем так до конца так вот довязали кончики а также загнула здесь теперь мы снимаем меня здесь где-то больше осталось где-то вообще впритык красненькие ниточки поэтому я уже снимаю и буду завязывать кончик так вот просто кончик маленький оставляем ниточки золотой и вот хорошего натягивая обматываем вот эти кончики я чуть-чуть подрезаю где-то оставляю сантиметр-полтора и их вот так вот еще эту трикотажную пряжу как бы разрезаю вдвое тогда он будет такой более лохматенький лохматенький для лохматый кончик и теперь загибаем получается у нас такой вот красивый леденец и делаем ему сюда золотую петелечку дели золотинку вот такие у нас два вида леденцов у нас связано теперь мы будем плести вот такой вот для него нам также надо 120 метров ниточек тут будет три красных и одна беленькая и золотинка на золотинка нам надо-то петельки и для кончика в этот же леденец я буду плитать золотую нить поэтому я беру еще два отрезок по 120 сантиметров для этого глинца я отрезала три ниточки из красный по 120 сантиметров и 1 беленькая также я на отрезала две золотые ниточки по 120 сантиметров по схеме мы будем вот такой вот взять красная 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 на красная эту тут только одна белая так и крепим находим в ниточках центр вот он и центр у нас в центре кружочка должен быть и крепим вокруг черного кружочка красный к этим двум красным я прикрепляю еще по золотой ниточки вот так вот к ним же сюда теперь беленькая беленькая центр и его тут вот и мы ее крепим вот сюда вот нижняя часть сюда вверх от точечки вот так чуть-чуть наискосочек она идет и еще одна красная еще одна красная ее мы крепим вот ее центр только вверх от точечки и вниз от точечки вот так вот вот по такой схеме плечом как и предыдущий правую верхнюю ниточку вместе золотинка я ее беру мы вниз справа всегда начинаем сверху всегда поворачиваем против часовой стрелки так вот мы вниз ее закрепили теперь мы нижнюю слева вверх слева повернули против часовой стрелки верхнюю справа вниз справа нижнюю слева вверх слева когда мы чуть-чуть провяжем мы сюда плетем проволочку проволочка будет около двадцати трех сантиметров у нас повернули верхнюю справа золотой вместе ниточкой вниз справа нижнюю слева мы вверх слева против часовой стрелочкой верхнюю справа вниз справа нижнюю слева вверх слева против часовой стрелки повернули, верхнюю справа вниз справа, нижнюю слева вверх слева, верхнюю справа вниз, нижнюю слева вверх, верхнюю справа, чтобы у меня золотинка сюда попала, то есть она тут будет так, верхнюю справа вниз справа, нижнюю слева, вверх слева против часовой стрелки, верхнюю справа вниз справа, нижнюю слева, вверх, 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 будем крепить проволочку. Проволочку я отрезаю 23 сантиметра и краешек ее я вот так вот загибаю, чтобы не было острого кончика. Такую петелечку создаем и эту петелечку я просовываю вовнутрь. Дальше мы будем обвязывать ее правую вниз, вверх, против часовой стрелки, правую вниз, левую вверх, против часовой стрелки, правую вниз, левую вверх, против часовой стрелки. И так вяжем дальше. Вот так вот доплели до конца. Вот этот вот острый краешек проволочки я также загибаю и прячу поглубже. Все, теперь я отрезаю себе золотенько и вот тут вот придерживаем, снимаем с диска наши кончики и обматываем краешек. Также обрезаем, оставляем где-то сантиметр и я все эти кончики еще вот так вот разрезаю, чтобы хвостик был такой пушистенький. И вот такой леденец у нас получился. Спасибо всем, кто досмотрел. Надеюсь, вы тоже сделаете такие леденцы и выберете узор, который вам больше нравится.